Приветствую вас, друзья! От качества монитора зависит то, насколько удобно на таком экране будет работать, смотреть видео или играть. Вряд ли кому-то понравится дисплей с битыми пикселями или узкими углами обзора. Какие сейчас лучше купить на Алиэкспресс, мы расскажем в этом видео. Все ссылки на представленные модели в описании к ролику. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, так вы не пропустите новые интересные видео. Мониторы бывают портативными и игровыми. Они отличаются назначением. Портативные – это компактные мониторы, имеющие экраны с диагональю до 17-18 дюймов. Эти устройства созданы для того, чтобы их было удобно брать с собой в поездки, на учебу или легко переносить из одной комнаты в другую. При выборе портативного монитора учитывайте разрешение не хуже 1920 на 1080. Диагональ дисплея, если нужен максимально компактный экран, то 13 дюймов. Угол обзора от 170 градусов и яркость. Для дома и офиса лучше брать минимум 200 кандел на метр квадратный. А геймерам и дизайнерам нужно от 300 и выше. Игровые – это массивные мониторы с диагональю от 21 дюйма. В них все создано для того, чтобы вам было комфортно запускать требовательные игры. Поэтому при выборе игрового монитора обращаю внимание не только на диагональ и разрешение картинки, но и на частоту обновления, желательно от 100 Гц, и скорость отклика не более 5 мс. Рассмотрим лучшие модели подробнее. Портативный монитор John Will HD 1332-1. Небольшой 13 дюймовый портативный монитор, на котором комфортно смотреть видео, играть и работать. Дисплей поддерживает максимальную яркость 450 кандел на метр квадратный, чего хватит для использования даже в хорошо освещенной комнате. Разрешение 1920х1080, диагональ 13,3 дюйма, угол обзора 178 градусов. Из плюсов отметим компактность, яркость, кабели HDMI и USB в комплекте, кожаный чехол, азьминусов, цветопередача. Монитор John Will 15,6. Еще одна модель от китайского бренда, получившая Full HD разрешение. Совместима со всеми компьютерами на Windows 7, 8 и 10. Помимо компьютеров и ноутбуков, John Will можно подключить к смартфонам или игровым приставкам с помощью кабеля. Разрешение 1920х1080, диагональ 15,6 дюйма, угол обзора 178 градусов, яркость 250 кандел на метр квадратный. Из плюсов отмечаем большой дисплей, цветопередача, а из минусов яркость и завышенные углы обзора. Китайская фирма Zevslab выпустила монитор для игр, выполнен в ультратонком корпусе. На нем можно комфортно смотреть кино, работать и разумеется играть. Устройство сопрягается с ноутбуками, смартфонами и приставками PlayStation, Xbox и Switch. У Zevslab P15A дисплей с яркостью 220 кандел и две встроенные колонки. Кроме того, есть возможность зарядки подключенных гаджетов. Разрешение 1920х1080, диагональ 15,6 дюйма, угол обзора 178 градусов. В целом, из плюсов данной модели мы отметим функции повербанка, тонкий корпус, большая диагональ, угол обзора и неплохой встроенный звук. Еще один монитор от компании John Will. Сравнительно недорогой игровой портативный монитор, оснащенный продвинутыми характеристиками. В нем все ориентировано под игры, на что указывает быстрый отклик в 5 мс, широкий угол обзора и высокая яркость. Картинка яркая и контрастная, есть возможность подключения по USB и HDMI. Разрешение 1920х1080, диагональ 15,6 дюйма, угол обзора 178 градусов, яркость 350 кандел на метр квадратный. Из плюсов данной модели мы отметим игровые характеристики, эргономику, защитный чекол в комплекте, а из минусов – толстые рамки корпуса. Экобаз P156T – это тонкий и производительный портативный монитор, выступающий в роли альтернативы дорогим ультрабукам. Все, что нужно, это подключить к нему компьютер или смартфон с помощью кабеля и передавать изображение в отличном качестве. Здесь сенсорный дисплей, на котором удобно работать и транслировать презентации. Разрешение 1920х1080, диагональ 15,6 дюйма, угол обзора 178 градусов, яркость 250 кандел на метр квадратный. Из плюсов отметим дизайн, удобство подключения, скорость работы и сенсорный экран. Монитор для ноутбуков ZEVSLAB Z15ST, оснащенный сенсорным LCD-дисплеем. У него хорошие характеристики в плане передачи изображения для воспроизведения качественного аудио. Широкий угол обзора 178 градусов позволяет наслаждаться картинкой при взгляде с любого ракурса. Разрешение 1920х1080, диагональ 15,6 дюйма, яркость 250 кандел на метр квадратный. Из плюсов отмечаем яркость и цветопередачу, хороший обзор, сенсорное управление и тонкие рамки с трех сторон. Сианвэй АСМ-156УH Сочный 4К-монитор от компании Сианвэй. Несмотря на наличие 4К-панелей, стоит он недорого и при этом слегка окупает свою цену. Аппарат имеет отличные условия для работы и игр. Для подключений предусмотрен расширенный интерфейс DC, mini HDMI, mini HDMI 2, 3,5 мм, microUSB и microDP. Все это позволяет подключать к монитору до нескольких устройств одновременно. Разрешение 3840х2160, диагональ 15,6 дюйма, угол обзора 178 градусов, яркость 300 кандел на метр квадратный. Из плюсов отметим качество сборки, доступность, поддержка 4К, яркость и интерфейс. Аналогичный игровой монитор, но модель ASM-156UC. Шикарный 4К-монитор, оснащенный дисплеем 15,6 дюйма. Из-за высокого разрешения ASM-156UC подойдет для геймеров и дизайнеров. Аппарат легко подключается к любым консолям, смартфонам или ноутбукам с помощью кабеля. Дисплей за счет коррекции света и хорошей яркости передает изображение с приятными цветами, не напрягая глаза пользователя. А технология FreeSync сделает картинку более реалистичной. Разрешение 3840х2160, диагональ 15,6 дюймов, угол обзора 178 градусов, яркость 300 кандел на метр квадратный. Плюсы данного монитора это хорошая яркость, широкие углы обзора, 4К качество и крупный дисплей. Монитор U-Perfect 156F18. Это одна из немногих 4К панелей среди портативных мониторов. За счет высокого разрешения дисплей передает максимально четкую и детализованную картинку. А повышенная яркость и точность цветопередачи существенно расширяют возможности применения гаджета. Его разрешение 3840х2160, диагональ 15,6 дюймов, угол обзора 178 градусов, яркость 300 кандел на метр квадратный. Из плюсов отметим поддержка 4К, быстрый отклик, простота подключения, яркость и цветопередача. Монитор Xiaomi XMMNT27HQ. Вот так брендинг. А сама модель отличная. Этот монитор получил дисплей с тонкими рамками, которые можно регулировать на подставке. И в ней есть отверстия для кабелей, поэтому они не будут мешаться на рабочем столе. Аппарат подходит для игр и обработки графики, поскольку поддерживает 100% sRGB и 95% DCI-P3. Максимальная яркость составляет аж 400 кандел на метр квадратный, поэтому изображение хорошо читается даже при бликах. Диагональ 27 дюймов, разрешение 2560х1440, частота обновления 165 Гц, время отклика 1 мс. Из плюсов отметим, подходит для киберспортивных игр, точная цветопередача, высокое разрешение и поддержка HDR. Спасибо за просмотр! Не забывайте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик и не пропустите все самое интересное. Спасибо за просмотр!